Лёля Селезнёва с факультета журналистики На реке Катуни у деревни Талица порывом ветра сорвало паром. Паром, к счастью, был пустой. Его отнесло до ближайшей отмели и шваркнуло о камни. Он накрепко сел. Пора была страдная. В первые же три часа на той стороне реки скопилось машин двадцать с зерном. И подъезжали, и подъезжали новые. И подстраивались в длинную вереницу зилов, газов. В объезд до следующего парома было километров триста верных. Стояли, ждали. Председатель Талицкого сельсовета Трофимов Кузьма, надрываясь, орал в телефон. — А что я-то сделаю? Ну, доработать же бригада, а? Всех послал, конечно. А я-то что могу? Бросал трубку и горько возмущался. — Нет, да чего интересные люди. Тут же в сельсовете сидела молоденькая девушка из приезжих и что-то строчила в блокнот. — Я с факультета журналистики Лёля Селезнёва. Представилась она, когда пришла. — А сейчас я к вам из краевой газеты. — Что вы предприняли как председатель сельсовета? — Конкретно. Замученный Трофимов посмотрел на неё, как на телефонный аппарат, закурил и сказал. — Всё предприняли, милая девушка. Лёля села в уголок, разложила на коленках блокнот и принялась писать. Она была курносая, с красивыми тёмными глазами, с короткими волосами, в непомерно узкой юбке. Трофимов всё кричал в телефонную трубку. Лёля строчила. Потом Трофимов вконец озверел, бросил трубку, встал, злой и жалкий. — У меня будет такая просьба, — обратился он к Лёле. — Кто будет звонить, говорите, что я уехал на реку. Когда сделают паром, чёрт его душу знает. Лёля села к аппарату и стала ждать звонка. Телефон зазвонил скоро. — Да, — спокойно, — сказала Лёля. — Слушаю вас. — Кто это? — Это Талецкий сельсовет. — Трофимова! Трофимов ушёл на реку. — Купаться, что ли? Человек на том конце провода не был лишён юмора. Лёля обиделась. Между прочим, момент слишком серьёзный, чтобы так дёшево острить. Человек некоторое время молчал. — Кто это говорит? — Это Лёля Селезнёва с факультета журналистики. С кем имею честь? Человек на том конце положил трубку. Пока он нёс её от уха до рычажка, Лёля услышала, как он сказал кому-то. — Там факультет какой-то, а не сельсовет. У Лёля пропало желание отвечать кому бы то ни было. Она опять села в уголок и продолжала писать статью под названием «У семи нянек дитя без глазу». Ещё в районе она узнала, что в Таллице сорвало паром, и что на той стороне скопилось огромное число машин с хлебом. Узнала она также, что Таллицкий паром обслуживает три района, и заменить старый трос, которым удерживался паром, новым, никто, ни один из районов не догадался. Опять звонил телефон, Лёля не брала трубку. Она дошла до места в своей статье, где описывала председателя сельсовета Трофимова. Это один из тех работников первичного звена аппарата, которые при первом же затруднении теряются и выходят в коридор покурить. Статья была злая, Лёля не жалела ярких красок. Ювеналов бич свистел над головами руководителей трёх районов. Зато когда она дошла до места, где несчастные шофёры, собравшись на той стороне у берега, цитата, «С немой тоской смотрят на неподвижный паром», конец цитаты, у Лёли на глаза навернулись слёзы. Телефон звонил и звонил. Лёля писала. В сельсовет заглянула большая потная голова в очках. «Где Трофимов?» Ушёл к парому. «Я сейчас только с парома. Нету его там». Голова с любопытством разглядывала девушку. «Я извиняюсь, вы кто будете?» Лёля Селезнёва с факультета журналистики. «Корреспондентка?» «Да». «Приятно познакомиться». В комнату вошёл весь человек, большой, толстый, в парусиновом белом костюме, протянул Лёле большую потную руку. «Анашкин, заместитель Трофимова. Что с паромом?» «С паромом-то?» Анашкин грузно сел на диван и махнул рукой, причём так, что можно было понять. Нашумели только. Ничего особенного там не произошло. «Через часок сделают». Канат лопнул. «Фу! Ну как, нравится вам у нас?» «Нравится. Значит, паром скоро сделают?» «Конечно». Анашкин вопросительно посмотрел на Лёлю. «Вы где остановились-то?» «Нигде пока». «Так не годится», — категорично заявил Анашкин. «Пойдёмте, я вас устрою сначала, а потом уж пишите про нас, грешных. Как вас? Лиля? Лёля». «Лёля». Анашкин молодо поднялся с дивана. «Хотел дочь свою так назвать. Но жена на дыбушке встала. Красивое имя». «Я не понимаю». «Хочу устроить вас пока. Пойдёмте ко мне, например. Посмотрите. Понравится живить, сколько влезет». «Я сейчас не могу. Вообще, я хотела уехать сегодня же. Если не удастся, я с удовольствием воспользуюсь вашей любезностью. А сейчас мне нужно дописать вот это». Лёля показала на блокнот. «Понимаю», — сказал Анашкин. «Жду вас». «До свидания». Анашкин вышел. Он понравился Лёле. Зазвонил телефон. Лёля взяла трубку. «Слушаю вас». «Я просил Талицу». Сердито сказал густой и сильный голос. «Это и есть Талица, сельсовет?» «Где председатель ваш?» «Не знаю». «Кто же знает?» Бас явно был не в духе. Лёле это не понравилось. «Председатель не обязан сидеть здесь с утра до ночи. Вам понятно?» «Кто это говорит?» Пророкотал удивленный Бас. Лёля на одну секундочку замешкалась, потом отчеканила. «Это Лёля Селезнёва с факультета журналистики». «Что же вы налетаете на старых знакомых, Лёля с факультета?» Бас потеплел, и Лёля узнала его. Секретарь райкома партии Даровских Фёдор Иванович. «Это он три часа назад рассказал ей всю историю с паромом». «Так что же там с паромом-то, Лёля?» Поинтересовался секретарь. «Вы там ближе теперь?» Лёля сделалась очень хорошо от того, что её совершенно серьёзно спрашивают о том, чем обеспокоены сейчас все начальственные головы района, и что она ближе всех сейчас к месту происшествия. Лёля даже мимолётно подумала, что надо будет узнать, давно ли Даровских работает здесь секретарём, и стоит ли его вставлять в разгромную статью. «С паромом следующее. Через час он будет готов», — выпалила Лёля. «Там, оказывается, порвался канат». «Да что вы!» Секретарь несказанно обрадовался. «Это серьёзно, Лёля?» «Милая вы моя! Вот спасибо-то!» «Не мне спасибо, о бригаде плотников». «Ну, понятно. Вот напишите о ком, ведь они почти чудо сотворили». «Да», — сказала Лёля и положила трубку. Закрыла блокнот с недописанной статьёй и вышла из сельсовета. Неподдельная радость в голосе секретаря райкома, готовность Анашкина устроить её немедленно, а главное, что паром скоро сделают, всё это повернуло ей мир другой стороной, светлой. «Грометь легко, но это ещё никогда по-настоящему не действовало на людей», — думала Лёля. Бригада плотников, семь человек, работала на пароме уже девять часов подряд. Когда Лёля переправилась к ним на лодке, у них был перекур. «Здравствуйте, товарищи!» — громко и весело сказала Лёля. Днище и бок одного баркаса были проломлены. Паром сидел, круто накренившись. Лёля ступила на покаты и на стил палубы и смешно взмахнула руками. Кто-то из бригады негромко и не обидно засмеялся. «Поздравляю вас, товарищи!» — прибавила Лёля уже без веселости. В бригаде некоторое время молчали. Потом бригадир, очень старый человек с крючковатым носом, сухой и жилистый, спросил. «С чем, дочка?» «С окончанием работы. Я из краевой газеты к вам. Хочу написать о вашем скромном подвиге». Молодой здоровенный парень, куривший около рулевой будки, бросил окурок в реку и весело сказал. «Начинается!» — и посмотрел на Лёлю так, точно ждал, что она сейчас выгнется колесом и покатится по палубе, как в цирке. Лёля растерянно смотрела на плотников. «Нам до окончания-то еще ой-ой-ой сколько! Он еще пока на камушках сидит!» — пояснил бригадир. «Его еще зашить надо, да, выкачать водичку, да тащить! Много работки!» «Как же! Мне же сказали, что вам тут осталось на час работы!» «Кто сказал?» «Толстый такой, в сельсовете работает». «Анашкин!» — плотники, понимающие, переглянулись. Бригадир так же обстоятельно, как объяснял о пароме, ровным, спокойным голосом рассказал про Анашкина. «Это он хочет свой грех замазать. Он у нас председателем долгое время был, так? А денюжки, которые на ремонт парома были отпущены, куда-то сплыли. Теперь он беспокоится, боится, вспомнит. Ему это нежелательно». Лёля откинула с олба короткие волосы. «Ему этот факт выйдет боком!» — серьезно сказала она. «Сигаретка есть у кого-нибудь?» Здоровенный парень весело посмотрел на своих товарищей. «Махорки можно!» — неуверенно предложил один плотник и оглянулся на старика-бригадира, желая, видимо, понять, не глупость ли он делает, что потакает молоденькой девушке в такой слабости. Но бригадир молчал. «Могу Беломор-каналу дружить», — сказал здоровенный парень Мить Ковронцов с готовностью подходя к девушке. Ему хотелось почему-то, чтобы Лёля выкинула что-нибудь совсем невиданное. «Спасибо. Лёля так просто взяла у Митьки папироску, так просто прикурила, а затем посмотрела на плотников, что ни у кого не повернулся язык сказать что-нибудь. «Давай, ребята!» — негромко сказал бригадир, поднимаясь. Лёля отошла от борта парома и стала смотреть на ту сторону, где, выстроившись в длинный ряд, стояли грузовики с хлебом. Шоферы не толпились на берегу и не смотрели с грустью на паром. Они собрались с небольшими кучками у машины и разговаривали. Человек шесть наладили удочки и сидели на берегу в неподвижных позах. Кое-кто разложил поодаль от машин костер, пек картошку. А далеко-далеко за синим лесом заходило огромное красное солнце. Стучали топоры плотников, и стук этот далеко разносился по реке. Лёля стала грустна. Она вдруг ощутила себя смешной и жалкой в этом огромном и, в общем-то, простом мире. Есть заведенный порядок жизни, которому подчиняются люди. Если сломался паром, и на том берегу скопилось много машин, значит, должно пройти столько-то часов, прежде чем паром наладят. Наладят. Значит, машины с хлебом, а что сделаешь? Будут стоять и ждать, и шофёры будут собираться группами и рассказывать анекдоты. Значит, начальство будет волноваться, звонить по телефону. Было бы странно, если бы оно тоже собиралось в группы и рассказывало анекдоты. В конце концов, все знают, что надо ждать. И смешно, и глупо здесь суетиться, писать бойкие статейки. Все понимают, что сломался паром, что машины, которые так нужны, стоят. Паром мог бы не сломаться, но он сломался. Вот и всё. Жизнь на этом не остановилась. Те же шофёры, которые сейчас кажутся беззаботными, через несколько часов сядут за штурвал и без сна и отдыха будут гнать и гнать по нелёгким дорогам, наверстывая по мере возможности упущенные. И не будут чувствовать себя героями, так же, как сейчас не испытывают угрызений совести от того, что не стоят толпой на берегу и не смотрят с тоскою на паром. Лёля вспомнила секретаря Даровских и то, как она ему говорила, «С паромом следующее». И её собственная беспомощность стала до того очевидной и угнетающей, что она чуть не заплакала. Она стала мысленно доказывать себе, что люди сами определяют порядок жизни. И всё делают люди. А киснуть и хныкать — это легче всего. Это ещё ни для кого не представлялось очень трудным. Всё делают люди, и надо быть спокойнее и сильнее. Она поднялась и подошла к старику-плотнику. «Скажите, пожалуйста, а может быть, вас мало?» «А?» Бригадир выпрямился. «Мало?» «Нет, тут больше не надо, пожалуй. Да и нету у нас их больше-то». «Но ведь стоят машины-то!» Тихо, с отчаянием, сказала Лёля. «Что же делать-то?» «Что делать?» «Вот, делаем». «Когда вы думаете закончить?» «Завтра к обеду». Старик прищурился и посмотрел на ту сторону реки. «Ну, нет», — твёрдо сказала Лёля. «Так не пойдёт». «Вы что?» «Что?» «Не понял старик». «Товарищи!» Обратилась Лёля ко всем. «Товарищи, есть предложение. Собрать коротенькое собрание. Пятиминутку». «Я предлагаю», — продолжала Лёля. «Работать ночью. Мне сейчас трудно посчитать, в какие тысячи обходится государство у простой этих машин, но, сами понимаете, много. Я сейчас схожу в деревню, обойду ваши семьи и скажу, чтобы вам принесли сюда ужин. «Ну, это уж привет», — сказал Медька Воронцов. «Да неужели вы не понимаете?» Лёля даже пристукнула каблучком по палубе. «А как было в войну? По две смены работали. Женщины работали. Вы видите, что делается?» Лёля в другое время и при других обстоятельствах поймала бы себя на том, что она слишком театрально показала рукой на тот берег, на машины, и голос её прозвучал на последних словах, пожалуй, излишне драматично. Но сейчас ей показалось, что она сказала сильно. Во всяком случае, все посмотрели туда, куда она показала. Там стояли машины с хлебом. «У нас на это начальство есть», — «суховато», — сказал бригадир. «Мы что, двужильные, что ли?» — спросил Медька. Он уже не ждал от девушки фокусов. Он боялся, что она уговорит плотников остаться на ночь. Пятеро других стояли, нахмурившись. «Товарищи!» — опять начала Лёля. «Да что, товарищи!» — обозлился Медька. «Тебе ж сказали, не останемся!» Медьке позарез нужно было быть вечером в клубе. «Эх вы!» — сказала Лёля и неожиданно для себя заплакала. «Люди стоят! Машины стоят! Их ждут! Они...» — говорила Лёля, слезая с парома. Она вытирала ладошкой слезы, сердилась на себя, не хотела плакать, а слезы все катились. Она очень устала сегодня и изнервничалась с этим паромом. Плотники растеряно смотрели на тоненькую девушку в узкой юбке. Она отвязала лодку и, неумело загребая веслами, поплыла к берегу. «Ты, Медька, балда все-таки!» — сказал бригадир. «Дубина просто!» Он шибко грамотный стал, поддакнул один из плотников. Вымахал сверсту, а у Мишка не на грош. Медька насупился, скинул рубаху, штаны и полез молчком в воду. Надо было обмерить пролом в боку баркаса, чтобы заготовить щит за плату. Остальные тоже молча взялись за топоры. На берегу Лёля встретил председатель Трофимов. «Чего они там?» — встревожился он, увидев заплаканную Лёлю. «Небось, лаяться начали?» «Да нет!» — Лёля выпрыгнула из лодки. Попросила их... «В общем, ну их!» Лёля хотела идти в деревню. Трофимов осторожно взял ее за тоненькую руку, повел обратно к лодке. «Поедем. Не переживай. Попросила остаться их?» «Да. Сейчас поговорим с ними. Останутся. Я еще трех плотников нашел. К утру сделаем». Лёля посмотрела в усталые, умные глаза Трофимова, села в лодку, тщательно вытерла коротким рукавом кофты заплаканные глаза. Трофимов подгреб к парому, первым влез на него, потом подал руку Лёле. Плотники старательно тесали желтые пахучие брусья. Только бригадир воткнул топор в кругляш и подошел к председателю. «Ну что тут?» — спросил Трофимов. «Ночь придется прихватить», — сказал старик, сворачивая папироску. «Я еще троих вам подброшу. К утру надо сделать, черт его!» Председатель для чего-то потрогал небритую щеку, протянул руку к кесету бригадира. Лёля смотрела на бригадира, на плотников, на их запотевшие спины, на загорелые шеи, на узловатые руки. И опять ей захотелось плакать. Теперь от любви к людям, к терпеливым, хорошим людям. Она взяла сухую, горячую руку бригадира и погладила ее. Бригадир растерялся, посмотрел на Лёлю, на председателя, сказал... «Это... ну ладно», и пошел к своему месту. «Ничего», — сказал Трофимов, внимательно глядя на папироску, которую скручивал. Митька Воронцов фыркал в воде у баркаса, кряхтел, плевался. «Ты чего?» — спросил бригадир. «Чего не вылезаешь-то? Обмерил?» «Обмерил», — сердито ответил Митька. «Ну?» «Чего, ну?» «Улезай, чего ты?» «Да тут трусы спали, заразы!» Кто-то из плотников хихикнул. Все выпрямились и смотрели на Митьку. «Это тебя Бог наказал, Митька!» Митька нырнул, довольно долго был под водой, вынырнул и стал отхаркиваться. «Нашел?» «Найдешь!» «Ха-ха-ха!» «Значит, уплыли!» «Вот история-то!» — сказал бригадир и оглянулся на Лелю. «Я отвернусь, а он пусть вылезает», — предложила Леля. «Митька!» «Ну?» «Она отвернется, лезь!» Митька вылез, надел брюки и взялся за топор. Опять на пароме застучали восемь топоров, и стук их далеко разносился по реке. К утру паром починили. Когда огромное веселое солнце выкатилось из-за горы, паром подошел к берегу. На палубе сидели плотники, курили. Бригаде нужно было сплавать разок на ту сторону, чтобы посмотреть, как ведет себя паром с грузом. Кое-кто отмывался, доставая ведром воду. Бригадир, свесив голову через люк, смотрел в баркас. Председатель... Он оставался всю ночь на пароме, оттирал с колена смолистое пятно. Митька Воронцов спал, вольно раскинув руки и ноги. Леля сидела с блокнотом у борта, грызла карандашик и смотрела, как всходит солнце. На той стороне вылез стартеры, урчали, кашляли, чихали моторы, переговаривались шоферы. Голоса их были густые со сна, отсыревшие. Они громко зевали. «Это было грандиозно», — начала писать Леля. «Двенадцать человек, вооружившись топорами», — она зачеркнула, вооружившись, подумала и выбросила все начало. Написала так. «Это была удивительная ночь. Двенадцать человек работали, ни разу не передохнув. Подумала, вырвала лист из блокнота, смяла и бросила в реку. Начала снова. Неповторимая, удивительная ночь. На отмеле, на камнях горит огромный костер, освещая трепетным светом большой паром. На пароме двенадцать человек. Леля и этот лист бросила в реку. Паром тем временем подошел к берегу. Стали въезжать машины. Паромщик орал на шоферов. Те бешено крутили рули, то пятились, то двигались вперед. Леля стояла, прижавшись к рулевой будке, смотрела на все это и уже не думала об удивительной ночи и о том, как трепетно горел костер. Жизнь, горластая, веселая, катилась дальше. Ночь осталась позади, никому теперь нет до нее дела. Теперь важно как можно быстрее переправить машины. Паром отчалил. Стало немного потише. Леля вырвала из блокнота листа и написала. «Федор Иванович, виноват во всем Анашкин. Когда он был председателем, ему были отпущены деньги на ремонт парома, но денежки эти куда-то сплыли. Я бы на вашем месте наказала Анашкина со всей строгостью». Леля Селезнева. Леля свернула листок треугольникам, подписала секретарю РК КПСС ТОВ Даровских ФИ и отдала треугольник одному из шоферов. «Вы ведь через райцентр поедете?» «Да». «Передайте там кому-нибудь, пусть занесут в райком». «Давай». Паром подплыл к берегу, стали съезжать машины. Опять гул, рев, крики. А Леля поднималась по крутому берегу с плотниками, которые направлялись в деревню, курила Митькин беломор и с удовольствием думала, как она сейчас уснет в какой-нибудь избе, укрывшись шубой.